Как бы вот это слово, да, бесит, постоянно его говорят, работают над собой. Человек, если ему не мешать, он вырастет классным. Самоценность позволяет быть честной. Тебе отказали, капец, все. А как со мной можно? И она ждет этот голубой вертолет. Завышенная самооценка лучше. Этот навык нужно еще прокачать. Зумеры просто отличные. Друзья, всем привет, с вами Елена Кирсанова. И у нас стал вопрос про самоценность в отношениях. Почему, если мы себя не ценим, то навряд ли получится построить здоровые и счастливые отношения? И как найти баланс между удобной, хорошей девочкой и эгоисткой, которая думает только о себе? Узнаем об этом сегодня у нашего эксперта. Друзья, всем привет. Сегодня у нас в гостях психолог, кандидат социологических наук Анетта Орлова. Рада очень, что вы пришли. Это взаимно. Я тоже рада прийти к вам в гости. И тема у нас очень интересная. Думаю, важная для каждой девушки особенно – это самоценность. Давайте, наверное, начнем с того, что такое самоценность. Потому что многое есть сейчас определение самооценка, уверенность в себе. А вот именно что такое самоценность – мало. Мне кажется, что такое достаточно новое слово. И можно немножко пофантазировать. И, наверное, красота этого слова как раз и заключается в том, что каждый может для себя почувствовать, как в теле отзывается вот это слово. Самоценность. Как оно отзывается в теле. Как будто бы камертон, на который ты можешь настроиться. Вот для меня самооценность – это безусловное принятие себя. Вот именно слово «безусловное». Но при этом без идеализации. То есть когда ты относишься к себе с принятием любовью, при этом не стараясь видеть себя идеальным, а просто по факту своего существования. Вот для меня самооценность – это когда я нелогически оцениваю себя, ни с кем не конкурирую, не пытаюсь получить вот эту оценку себя. Да слово «самооценка» – это же очень близко. По сути, когда мы говорим о повышении самооценки, мы все равно говорим о самооценности повышения. Мне кажется, это так. Мне отзывается. Спасибо. Чувствую. Вот чувствую. Вот. Да, камертон настроили. И я так понимаю, что вот именно без самооценности мы не можем говорить про построение счастливых, здоровых отношений. Ну, мне кажется, да. Вопрос, конечно, тоже непростой, потому что здоровые и счастливые отношения, наверное, я бы разделила бы. Потому что здоровые отношения – это, в общем-то, то, что зависит от нас. То есть это какое-то общее понимание, что когда мы выстраиваем отношения, есть центростремительные силы, центробежные силы, что-то нас удерживает вместе, что-то нас наоборот. И мы приблизительно понимаем, что такое здоровые отношения, где нет абьюза, где нет пользования другим человеком, где более-менее там как-то, в общем, простроены границы. И здесь, конечно, если есть самооценность у человека, то ему проще, в общем-то, как-то, во-первых, убирать партнера, с которым это можно построить. Во-вторых, внутри, даже если что-то не так, это трансформировать. Счастливые отношения – это я вообще к этому слову так специфически отношусь, потому что совершенно непонятно, да что такое счастливые отношения. Но, во-первых, счастье – это мимолетное состояние, которое возникает. И когда мы говорим о счастливых отношениях, все-таки как будто бы мы какую-то идеализированную картинку строим. А ведь на самом деле мне слово «здоровый» больше нравится, потому что в здоровых отношениях обязательно должно быть счастье, обязательно должно быть счастье, но в нем, может быть, что-то еще. Бывают подъемы, бывают спады. Все равно люди – это процесс, это не статичное что-то. Но как минимум там есть какой-то баланс. Вот, наверное, здоровые, сбалансированные отношения, они возможны тогда, когда я как минимум к себе отношусь нормально, лучше – хорошо. Если я к себе отношусь плохо, то я могу себя утратить внутри отношений. Если у меня чрезмерная такая зацикленность на себе, нарциссическая такая, где-то внутри меня там комплекс неполноценности, и я его компенсирую вот этой эгоизмом, эгоцентризмом, бесконечной попыткой показаться мегауверенным, вот тогда партнер может страдать. В общем-то, я думаю, что принятие себя адекватного с любовью – это действительно такая опора, это одна из опор, не единственная, это одна из опор, опираясь на которые можно построить здоровые, хорошие, полноценные отношения. У меня такой вопрос возник сейчас в моменте. это же сколько нужно работы проделать над собой, чтобы как раз обрести это состояние первоначально. Ну да, и как бы вот это слово бесит, постоянно его говорят – работа над собой. Ну да, я когда смотрю ретроспективно на свою жизнь, я, конечно, понимаю, что очень многие вещи, когда мной выстраивались именно в отношениях, и не только в личных, но и вообще в отношениях, выстраивалась по принципу, хоть бы меня выбрали, хоть бы мною были довольны, хоть бы меня высоко оценили, хоть бы меня похвалили, хоть бы в меня были влюблены, хоть бы мною восхищались, хоть бы меня всегда хотели. То есть вот все эти… И сейчас, когда я ретроспективно смотрю, мне кажется, что баланса не было. И тогда, если глубже смотреть, то я понимаю, что это было связано с такой внутренней хрупкостью, с такой внутренним испугом, с такой внутренним ощущением себя недостаточно хорошей, недостаточно прекрасной, недостаточно какой-то еще. И такая попытка, в общем, все это компенсировать. Сейчас я понимаю, что работа нужна тогда, когда были какие-то события в жизни, которые не позволили естественному процессу двигаться. В моей жизни такие события были. Ну, это были сложные жизненные события. То есть когда невозможно жить по-старому. По-старому, да. Я была в военных событиях, и поэтому там получилось 12-13 лет. Это возраст как раз, когда девочка начинает развиваться. И это переход в школу. Я поменяла 4 школы. А самоценность, когда ты меняешь постоянно школу, ну, это непросто, потому что ты все время вливаешься в новый коллектив, в котором все по-другому. И тогда, да, тогда пришлось работать. Я говорю, у меня же большая программа по самооценке. Я всегда говорю, что такую хорошую программу искренне можно писать только человеку, который писал для себя. То есть тот, который решит вот это вот слово работать. Но я всегда говорю, если у человека много в жизни спокойствия, если его родители не гипертревожные, не гиперопекающие, если у него есть право на собственное мнение, если он выстраивает соотношения смело, и ему повезло с той группой, в которой он находится, то он априори вырастает классным. Человек, если ему не мешать, он вырастет классным. Да, со своими какими-то нюансами. Вот главное не мешать. Но когда жизнь вносит свои коррективы и образуются определенные события, никто не может воспитать ребенка без этих событий, никто не может вырасти, не имея каких-то таких трудностей. Нам приходится с этим справляться. Но тогда мы понимаем, что справляясь вот с этими сложными своими событиями детства, подросткового возраста, ранней юности, мы ведь создаем свой собственный уникальный стиль. И в этом смысле даже трудные события могут потом придавать человеку уникальность. Да, всегда вопрос возникает, кто бы этот человек был без этих трудных событий. Если говорить о конкретике, и, например, как проявляется самоценность в действиях, и даже такой острый вопрос в сексе, потому что, думаю, девушки, когда слушают, им нужно что-то конкретное услышать, что во, это про меня. В первую очередь, у меня, например, тоже прям кейсовая история. Девушка обратилась, она говорит, что, вы понимаете, у меня, я не знаю, почему, я очень легко знакомлюсь с мужчинами, я очень легко вступаю с ними в отношения, но как только наступает утро, после того, как в сексуальные отношения что-то со мной начнет происходить, и у меня не происходит второго-третьего свидания, то есть второго свидания. И когда мы стали исследовать, оказалось, что она себя ощущает очень ценной до момента того, когда она вступает в сексуальные отношения. То есть пока она считает, что у него есть к ней желание, и она такой фетиш, на который он ориентирован, она себя чувствует уверенно. И тогда все, что происходит до того момента, пока складываются сексуальные отношения, она себя чувствует уверенно. Но именно этот момент перехода, когда уже возникли прекрасные сексуальные отношения, сексуально воплощенные телесные диалоги, на следующий день или после, вдруг в ней что-то меняется, она начинает себя чувствовать уязвимо. Вот это отсутствие самоценности, это про то, как я себя вижу, как объект желания, но у меня есть четкое ощущение, что после того, как другой человек получит возможность вот этого контакта, то он у меня заберет что-то. Что он у меня заберет? Очарование, уникальность. То есть как будто бы все, что я могу отдать ему, это только вот этот контакт. И когда это произошло, я немедленно начинаю себя чувствовать, что все самое ценное я отдала. На самом деле это, конечно, не так. Но когда женщина, как происходят извинения? Она начинает зажиматься, она начинает расстраиваться, у нее портится настроение. И она начинает ожидать и искать глазами, нюансами, как же теперь он в ней не заинтересован. То есть там включается вот этот механизм обратной связи, такого самосбывающегося пророчества. То есть она найдет сама, до чего докопаться. Она дойдет до чего докопаться. Более того, вот это самосбывающееся пророчество, когда она должна его даже, можно сказать, заставить, чтобы он хоть что-то сделал, за что она может зацепиться и понять, что он теперь уже потерял к ней интерес, расстроиться из-за этого, а дальше из этой ямы дальше уже ожидать, позвонит он или не позвонит. Это одна история. Вторая история, это уже непосредственно про сексуальность. Когда женщины в процессе секса, они в большей степени ориентированы на то, чтобы партнер их оценил как супер-пупер. То есть партнер – это зеркало, его удовольствие – это зеркало, это нарциссическая такая структура, при которой я должна быть самой прекрасной. Но это не только женщина, очень много мужчин, которые полностью зациклены на том, чтобы партнерша зеркалила его величие, его такое супер-пупер. И вот баланс, это в две стороны. Когда ты находишься на грани контакта. Что такое быть на грани контакта? Это когда ты отдаешь то, что ты не можешь не отдать, и берешь то, то, что ты хочешь взять. И в этом есть согласие, контакт. А если я в этот момент думаю не о том, что происходит между нами, а о том, как я выгляжу со стороны в зеркале, и насколько красиво. Это тоже очень частая история, как раз про тех самых женщин, у которых проблемы с переживанием оргазма. А почему проблемы? Потому что они постоянно диссоциированы с сексом. То есть не могут включиться Они не могут включиться, они не в контакте, они все время наблюдают со стороны, насколько они прекрасны, насколько они неотразимы. Всегда на сцене. Да, да. Насколько они все могут лучше других женщин. То есть, по сути, вот этот процесс, он как бы не включен до конца. А почему? Потому что самое главное это утвердить свою ценность через высокую оценку другого. А ведь, по сути, как раз вот самая ценность, когда вот этот акт любви взаимной, да, сексуальный контакт, он должен приносить удовольствие. И быть честной. Самоценность позволяет быть честной. Не додумывать, не придумывать, не обманывать. Потому что, я хочу сказать, что очень много обмана в этой сфере. Очень много обмана. Но если ты человека обманываешь, да, то это значит, что ты его не воспринимаешь как равного. Ты манипулируешь. А в этой сфере, конечно, очень важна честность. А честность, возможно, тогда, когда ты не боишься. Чего ты не боишься? Отвержения. Ты не боишься показать то, что тебе нужно. И мне кажется, что самоценность имеет очень прямое к этому отношение. Ну, я тогда услышала, что, получается, вопрос там может быть с оргазмами, с сексом, а в итоге там еще столько последствий, с чем нужно работать. Конечно. Потому что внутри, где-то глубоко внутри, можно предположить, что вся оценка выведена вовне. И тогда любой человек, с которым такая девушка или такой мужчина входит в контакт, по сути, просто зеркала. И тогда везде на первых этапах будет восхищение и очарование, потому что такие люди, они очень много вкладывают в то, чтобы ими восхищались, их любили и обожали. И они будут очаровывать. Но они чаще всего жалуются, очень часто они жалуются, что отношения легко завязываются, но они не продолжаются. Через какое-то время они не могут понять, почему утрачивается интерес со стороны партнера. А на самом деле партнер не в состоянии постоянно удерживать интерес к человеку, который его не воспринимает по-настоящему. Это тоже, у меня тоже, опять же, была история, когда девочка жаловалась, что она всегда упекает после близости. То есть она обязательно должна уйти раньше, чем с утра они будут, например, завтракать. Любой ценой. И когда мы тоже обсуждали, она всегда только согласна была на аудио формат. Она говорит, я не могу по видео, только аудио. И потом очень интересно было, когда эта история в ее прошлом, когда она утром себя очень дискомфортно себя чувствовала, когда шла в школу. У нее было много комплексов именно в школе, много было переживаний в силу определенных семейных обстоятельств. Но когда она приходила со школы вечером, она переодевалась, шла на дискотеку, она была там самая красивая. И у человека сформировалось как будто бы две части. То есть, когда она идет с мужчиной вечером в ресторан, в дискотеку и все остальное, она мега крутая. Но когда приходит утро и надо просто вместе что-то сделать, она не знает, как в этом быть, она говорит, я убегаю. Потому что, если человек находится рядом со мной, я испытываю огромное напряжение. Когда стали исследовать, что это за напряжение, оказывается, что если мужчина рядом, она испытывает то напряжение, которое у него было в родительской семье, когда был рядом брат или отец. И вот, и что ей делать? Она звезда, с ней постоянно знакомится. Но дальше она так убегает, что через некоторое время мужчины тоже. Ну, естественно. они не понимают, что происходит. И вот потихоньку, потихоньку как раз ей надо было учиться устанавливать контакт и не просто устанавливать, а продолжить его. И знаешь, там как было, когда мужчина находится рядом, я либо должна чувствовать, что он меня хочет, и тогда мне спокойно, или я начинаю ждать, что он сейчас меня начнет критиковать или меня отвергнет. То есть... Две крайности. Две крайности. То есть дома всегда критиковали, ругали, отвергали и обесценивали ее как личность, как человека, как по многим критериям. И она справлялась с этим равнодушием посредством достаточно большого количества разносторонних связей. Там, где на первых этапах ее... Да, где дает то, что могла бы принятие, безусловно, да. И тогда получается, что как только вот этот этап проходил, дальше она не может быть в контакте, потому что она ничего не ждет. Она пугается, она убегает. И я так думаю, мне она этого не говорила, но я так думаю, что она и сама отталкивает. И, кстати, когда я сказала, что все-таки я прошу, давайте мы перейдем на видеоформат, потому что я же понимаю, что это важно. Она прячет лицо. Она ночью яркая, днем ее нет. И так она сказала, да-да-да-да, записалась и исчезла. Потому что вот это, ну, скорее всего, очень в это время она придет, но вот, вот, да, день-ночь. Тут я сексуальная, меня все хотят, я желанная, там я просто человек, я женщина, просто днем, не могу это выдержать. То есть у всех очень по-разному. А для кого-то самооценность, это как минимум тоже, да, вот сейчас я опрашивала в своем канале, может ли женщина проявлять инициативу в сексе. Так интересно. Оказывается, что у большинства женщин есть убеждение, ну, как минимум старше, там, 35, но есть убеждение, что, в общем-то, всегда должен проявлять инициативу мужчины. Кто вам это сказал? Да, я знаю таких. Ну, что за бред? Только он. Да, а мужчины очень жалуются, в какой-то момент они устают все время быть этим паровозом, который, да, вперед. А оказывается, что очень много запретов, которые связаны именно с этой темой. Почему? Но тоже связаны с самооценностью. Потому что я чего боюсь? Нет, мужчина должен. А почему он должен? А когда начинаю... Потому что, ну, тогда я спокойна. А в чем ты спокойна? Оказывается, если мужчина проявляет активность, тогда я точно знаю, что меня не отвергнут. Да, да, мне тоже так же говорили, что если я сама буду приставать, а мало ли, он скажет нет. И что ты так... Тебе отказали, капец, все. Тогда все. Тогда нужно пойти и разрушиться. Это и есть низкую самооценность. А может ли он отказать? Может. Может. Потому что сейчас он плохо себя чувствует, потому что сейчас у него нет здоровья, потому что у него есть обязательства где-то, он не хочет их... Да, может. Все может быть. Да? Но даже со своим мужчиной, к которому уже есть отношения, то есть понятно, что это не... Было бы странно прийти к начальнику женатому, немедленно ему проявлять свое желание. Да, это было бы как минимум рискованно. Но даже собственному мужчине страшно, потому что нельзя. А получается, что все время один и тот же сценарий как бы скучновато. Но женщинам говорят, если вдруг он не захочет, то я начну сильно очень расстраиваться. Ну, вот эта культура стыда, она часто мешает. И культура стыда, она очень часто связана с этой вот... с низкой самоценностью. Мы как раз говорили про то, что женщина, например, требует всегда к себе внимания и спрашивается у мужчин, а я красивая? А скажи, я красивая? Вот сегодня в этом платье я красивая, а ты меня любишь? Она пишет мне, что ты меня любишь. Я так понимаю, что рано или поздно мужчина уйдет за дверь и скажет, ты очень красивая, но я устала от твоей красоты и твоих вопросов. Ну, это тоже про самоценность, конечно же, но в биологии все равно так, что самке очень важно, чтобы самец проявлял вот это внимание и эта потребность получать подтверждение, что я супер-пупер, она у женщин есть, потому что, в принципе, женщины от природы более тревожны. Если мы, опять же, уходим не в социальный контекст сегодня, здесь и сейчас, да простят меня, да, феминистки, если мы совсем уходим в архаичное время, да, то женщина в большей степени зависима была и для нее было важно, чтобы мужчина был к ней привязан, потому что в таком случае она гарантирована была, что ее потомство получит защиту и получит все, а предметы труда, предметы обработки, орудия труда передавались по наследству и нужно было, чтобы этот мужчина остался с тобой для того, чтобы это потом осталось тебе, ну, твоим детям. Поэтому все-таки вот эта бесконечная потребность женщин в том, чтобы мужчина сказал, что она прекрасна, она с точки зрения биологии определяется. А если мы посмотрим с точки зрения психодинамической концепции, то есть через психоанализ, то у мальчика есть пенис, ну, если повезло, то фаллос. И вот этот пенис, он часто инвестируется все его отношение к себе именно в этот орган. То есть, если мужчина себя чувствует уверенно и может удовлетворить женщину, если он сам считает, что у него все хорошо, то есть вот именно эта оценка для мужчины является самой важной, потому что нарциссически направлено вот это вот инвестирование именно в этот орган. А у женщин по-другому. У женщин же нет этого органа, и все скрыто. и тогда нарциссическая инвестиция у женщины идет ко всему телу. Именно поэтому та же самая эрогенная зона у женщин и по всему телу больше. Потому что у женщины все тело инвестируется таким образом, в то время, как у мужчин больше они беспокоятся, насколько они функциональны, сколько они могут, как часто они могут, как долго они могут, у них все можно посчитать. А у женщины она свою женственность, свою полноценность ощущает, опираясь на то, насколько она красива, насколько она способна стимулировать его, чтобы у него этот комплективный цикл запустился. То есть, что он захочет ее. И поэтому вот таким образом женщина. Но если это происходит постоянно, то мы говорим о том, что женщина уверена, что она не очень-то и не супер, и ей надо постоянно, чтобы вновь и вновь он это доказывал, потому что ей все время кажется, что кто-то будет лучше с какой-то стороны. Ну, то есть, другая женщина. Ну, это вообще отдельная тема, да, троечки, это, да, это интересная тема, да, тоже все корнями в детство, конечно. И вот как раз про общение. Например, там часто женщины сейчас уже даже знают, что есть техника я-сообщения. Они начинают, дорогой, я чувствую вот это, вот это. Но на другой стороне они встречаются с тем, что окей, ну, как бы сама с этим разбирайся. Я тебя услышал. И начинают, да, вот просто пропускать, так скажем, не мушей. Вот тут как правильно реагировать и, так скажем, тоже не терять свою самоценность? Ну, пусть просят ваши подписчицы и зрительницы. Поверьте мне, я много работаю с женщинами, у меня очень много учениц, и я вам скажу, что таких упрямых, напористых и надоедливых, какими могут быть женщины, которые прошли курсы через я-сообщение, ну, трудно представить. Я пришла к такому выводу, что отношения очень часто портятся из-за того, что очень сильно, сильная концентрация на самом себе. И вот эта эгоистическая такая концентрация, она и у мужчин, и у женщин может быть вне зависимости от пола. Мужчины более эгоистичны чаще, но я очень часто сейчас встречаю женщин, которые хотят использовать навыки психологии для того, чтобы, по сути дела, все равно заставить мужчину, и такого очень много. Подчинить, так скажем. Подчинить, да. И огромное количество разных тренингов, тренеров, мужчин, которые на этом делают бизнес, они как раз и предлагают женщинам такие легкие решения. Я тебя научу, как его там соблазнить, я тебя научу, как вообще воспринимать своего мужа как объект, с которым надо что-то поделать, или своего мужчину, чтобы он сделал то, что хочешь ты. По сути, такое манипулирование. И я могу вам сказать, что есть мужчины, для которых это подходяще, потому что им только и надо, чтобы ими манипулировали, а они прям готовы, потому что им лень, да, и им здорово, если кто-то будет все делать. Но есть мужчины, таких достаточно мужчин много, у которых на минуточку включается огромное сопротивление. И оно очень обоснованное. Потому что, например, когда ко мне приходит девушка, клиентка и говорит, что, Анетточка, скажи мне, вот я уже столько способов, но я вот 156 раз пробую, уже все испробовала, все способы, чтобы вот донести до него, чтобы донести до него свою мысль, чтобы вот он пересмотрел. А он такой, никакой подход к нему не работает. Что сделать, чтобы он меня услышал? Я говорю, а что будет, если он тебя услышит? Что ты хочешь ему сказать? Давай попробуем. И тогда, когда она начинает описывать, оказывается, что все, что она хочет сказать, это чтобы по всем пунктам он делал то, что хочет она. Делал в то время так, и как она хочет. Я говорю, скажи мне, пожалуйста, насколько это для тебя важно? Для меня важно, но знаешь, что меня расстраивает, почему я тебе это говорю? Потому что в последнее время я стала замечать, что он срывается, он становится резким. я не могу понять, что происходит. Он становится резким, я стала тревожиться, я чувствую себя не так безопасно. И когда мы стали дальше разбираться, оказывается, что то давление, которое она оказывает на него, потому что она привыкла достигать своих целей, для того, чтобы это давление оказывать, нужно испытывать скрытую пассивную агрессию. То есть она так сильно настроилась все равно его победить и заставить делать так, как хочет она. Что она это упаковывает, невероятно ласковые, мягкие, комфортные слова, но все время не получается. И в последнее время это стало резко. И когда я говорю, а что происходит? Оказывается, что она подходит, она ему что-то говорит, он как бы подвисает, а дальше она немедленно отходит, копит силы для следующего подхода. И тогда я говорю, сколько тебе в этом лет? Она говорит, слушай, я так из мором брала папу, мне было 6 лет. Я говорю, ну ты понимаешь, что это не папа? Она специалист прямо в этом. Да. И она говорит, не работают я сообщения. Я говорю, работают. Просто тот объем давления, который ты используешь, он просто не может только выдержать. То есть я сообщения работают тогда, когда периодически ты хочешь что-то сказать, человеку выразить что-то, что для тебя важно, что-то, что тебя не устраивает, что-то, что ты хочешь, чтобы другой человек поменял. И я сообщения это самая корректная, хорошая форма. Но если ты прошел курсы и решил, что это хороший инструмент, и теперь только разговариваешь я сообщениями, то через очень короткое время ты перестанешь работать. Потому что в любых отношениях должен быть баланс. Я всегда говорю, что нужен баланс. Поэтому если адекватный человек, и ты через я сообщения что-то говоришь, он тебя услышит. Если человек тебя не слышит, значит тут может быть два вида неадекватности. Человек знает, что ты хочешь, но он не готов это давать. Три. Знает, но он не готов это давать, но он честно не готов ответить, что он не готов. Он обманывает. Второе. Человек рядом вредный, и ему нравится отказывать. Это садистическая такая часть, которая сколько бы ты ни просила, если ты, например, просил что-то жизненно важное. Ну, действительно, то, что тебе важно, а он нет. Например, трое детей уже, а он не расписывается. Ну, что это? Можно, конечно, говорить, что она как-то не так к нему подходит, а можно сказать, что он просто садистичничает, потому что в прошлом браке у него были проблемы, где он оказался в слабой позиции, и вся его агрессия на прежнюю жену смещается на эту девчонку, которая должна в таком режиме ожидания существовать, а он, значит, главный и все ресурсы у него. Ну, вот, пожалуйста, это такая очень некрасивая ситуация. А может быть такое, что тот, кто что-то все время выражает недовольство и все время хочет, чтобы другой как-то менялся, и тогда ты превращаешься в дятла. Мы все в тот или иной момент жизни можем по разным причинам в него превратиться, но тогда это плохо. Тогда неважно, какой инструмент. в общении всегда должно быть достаточно количество эмоциональных поглаживаний, согласия, поглаживаний, благодарности, радости, и обязательно должно быть что-то негативное, скука смертная. Но если баланс смещается, и к партнеру ты обращаешься только через я сообщение с тем, что он делает не так, то в какой-то момент эндорфины так сильно упадут, что это все переместится в том числе и на телесную сферу, и на сексуальную. Поэтому нужно взвешивать. Во всем должен быть баланс. Ну тут я услышала просто, что важно не превращать свои техники в насилие. Вот хорошо ты сказала. Вот именно. Ой, как хорошо сказала. Да, знаешь, вот что я думаю? Я думаю, что как только в семье возникают отношения власти, это же за власть борьба, насилие по сути. Как только начинается борьба за власть, для любви просто вот, ну все. Потому что именно это будет так, как я хочу. И не важно, как я этого добьюсь. И это и один, и второй. И тогда через очень короткое время из симбиоза, который был такой эйфорический и идеализированный, возникает симбиоз враждебный, в котором очень много агрессии. И самоценность, когда мы начинаем к себе самих лучше относиться, во-первых, перестает у человека ощущение, что кругом все его абьюзируют. Во-вторых, он начинает себя чувствовать смело. Если ему что-то не нравится, он может говорить. И знаешь, что интересно, что вначале ни в коем случае вначале не меняйте ничего, не выясняйте отношения, дайте 2-3 месяца себе, ничего не делайте, просто побудьте. Почему? Потому что очень часто, когда мы начинаем работать с собой, у нас самоценность повышается, иногда она повысилась немного, но мы улетели в грандиозность. мы начинаем как бы немедленно всем доказывать, что вот, теперь я, теперь я не позволю так с собой обращаться. И вот в этот момент, пока еще неустойчиво, мы очень часто перегибаем планку. То есть нам важно не иметь раздутое, грандиозное я, которое потом упадет в ничтожность. Такие истории сразу вспоминаются, как девчонки проходят там курсы, восстанавливаются, выходят там даже из объединенных отношений сразу так, со мной так нельзя. Да. И через некоторое время со мной так нельзя возникает вопрос, со мной какой? И оказывается, что я королева, а через некоторое время это все, как это все поддержать? Именно важный момент это со мной так нельзя, когда ко мне плохо. Но точно нужно для себя понять, что когда мы выстраиваем границы, а как со мной можно? Вот на этот вопрос девчонки не отвечают. А не только как со мной, а как можно с другим? Потому что я начинаю думать о том, как вообще-то, что я могу взять из этих отношений, а ты попробуй подумать, что ты можешь дать. Отношения это баланс. Да, это очень важно. Это очень важно, что я могу дать, потому что вот я встречу мужчину, и все будет хорошо, и она ждет этот голубой вертолет. Она обычно богатый, красивый, спортивный, мудрый, умный, а ты что? И там начинается. Да, и 186 пунктов. И сначала она говорит, что она хочет такого, а потом она за кого выходит замуж, что они за таких. Поэтому мне кажется, что баланс нужен. Пусть я точно знаю, что мне подходит, что не подходит. И все-таки контакт с реальностью очень важен. К сожалению, про вред таких вот много сейчас, об этом хочется, прямо не могу. Когда психолог говорит то, что хотят слышать люди, это очень выгодно. И говорить о том, что ты самый лучший, а все вокруг тебе должны абьюзеры и еще кто-то, это очень удобно, потому что тебя будет любить самое максимально большое количество людей. Потому что людям это очень нужно. Потому что они уставые, потому что они истощились, и они хотят... Что такое психолог? Психолог это образ мудреца. Соответственно, либо это образ доброй матери, либо это образ какого-то мета-модели женщины, на которые хочу быть похожи. То есть это главная фигура, которая все знает. И тут ты понимаешь, когда вот эта фигура, которая все знает, она говорит все можно. Или говорит, что ты всегда прав. И естественно, что это очень нравится, это подкрепление нарциссического такого. Это понятно, что всем нам это нужно в какой-то момент времени. Но когда мы в это слишком, то у нас утрачивается контакт с реальностью. И не только, кстати, в личных отношениях. Когда новую профессию люди осваивают, им говорят о том, что ты будешь зарабатывать очень много, потому что это супер-мега-профессия, чтобы он пришел учиться. А он выходит с ощущением, что ему все сразу должны и много. И он пошел 2-3 месяца, не нашел вот этого потрясающего, того самого мужчину, богатого, красивого, такого-такого, или работу, где ему сразу заплатят за одну сессию 50 тысяч рублей. Он чувствует себя обделенным, обманутым, несчастным. Жизнь показывает, кто есть кто. Да. Поэтому мне кажется, что самое главное, это все время контакт с реальностью. Продолжается то, где есть баланс. Баланс брать-давать, баланс близость-дистанция, баланс слушать, баланс говорить, баланс говорить и слышать, это не одно и то же тоже. Мне кажется, вот это все очень важно. Тогда отношения длятся. Самоценность собственная, настоящая только тогда, когда ты себя принимаешь безусловно, а другого ты принимаешь условно. То есть ты не можешь другого принять безусловно, но ты стараешься его принять и принять в нем инаковость и дать ему право на его самооценность. Вот тогда отношения развиваются. Вы вот, кстати, в одном из видео говорили, что легче девушке, у которой была завышенная самооценка, чем заниженная. Да. Как будто легче. Лучше. Лучше. Если мы говорим заниженная самооценка или завышенная. Завышенная самооценка лучше. Почему? Потому что человек, у которого завышенная самооценка, он действительно убежден, что он может претендовать на самое лучшее. Он будет больше хотеть зарплату, он будет лучше хотеть партнера, он будет считать, что он может на это рассчитывать. И тогда у него не будет подавленной исследовательской деятельности. Он будет пробовать, он будет совершать попытки, он будет стараться. Риски есть, потому что если у человека сильно завышенная, у американцев сильно завышенная самооценка, в чем там риск? Кстати, говорят, они очень много потребляют антидепрессантов. Ожидания слишком высокие, и когда реально с этим ожиданием не совпадает, плоховато. Но заниженная хуже. Почему? Потому что заниженная самооценка, она нас парализует. Заниженная самооценка, это значит очень много вины, очень много стыда, очень много самообвинений, если что-то не так. Вся оценка, чаще всего, выведена вовне. Кто-то должен оценить. Это слишком сильная подстройка под других. Это страх проявить инициативу, потому что пусть выберут меня, иначе меня отвергнуть я не выдержу. Я буду согласна на все, лишь бы он был рядом. Я еще буду стараться изо всех сил, лишь бы он меня не бросил. Знаете, такие аддикты отношений, которые готовы оставаться в любых отношениях, лишь бы отношения не завершились. Такие несущие факел отношений. И все это люди с наниженной самооценкой, потому что они убеждены, что они не смогут найти кого-то еще, они не смогут быть одними, и это невозможно для них. Они все время боятся. Поэтому если спрашивать, что лучше, заниженное или завышенное, завышенное лучше. Но у завышенной тоже риски. Самое лучшее иметь адекватную самооценку, когда ты принимаешь себя, опять же, возвращаешь себя безусловно, но при этом не идеализируешь. И тогда ты не боишься, что кто-то придет и скажет, то, что ты, Анна, это говоришь, это ерунда. Мне это не будет страшно, потому что я знаю, что то, что я говорю, кому-то может нравиться, а кому-то может не нравиться. И я неистинно в последней станции. Все, у меня нету завышенного ожидания. Нет старания, всем понравится. Да, и я точно не готова всем нравиться. Это невозможно. И если я буду этого хотеть, то как минимум стану навязчиво, неприятной. И очень многие, кстати, люди жалуются о том, что у них не получается выстраивать отношения, потому что они жутко стараются, всем нравятся. И когда мы говорим, как они стараются, они стараются быть идеальными. Я говорю, а вы замечаете других? Они говорят, нет, я на них не смотрю, я хочу быть лучше, чтобы они выбрали меня. Я говорю, нет. Попробуйте увидеть других. Когда ты видишь другого, и ты говоришь другому, что я тебя вижу, он тебя начинает обожать. Потому что с момента, когда мы родились, с момента, когда наша мама на нас посмотрела, то, как мы отразились в материнских глазах, очень сильно на нас влияет. И с тех пор взгляд, да, человек-человек, взгляд, это та форма контакта, прикосновения, которая очень важная. И если вдруг я смотрю на кого-то и своим взглядом я как будто бы человека поглаживаю, дарю ему что-то хорошее, то он раскрывается и оживает. Конечно, он будет меня любить, нежели я буду отворачивать взгляд не потому, что я к нему плохо отношусь, а потому, что мне страшно. И я боюсь этого контакта. И тогда очень много знакомств не происходит, очень много пар не совместились, потому что в тот момент, когда они оказываются вместе, у человека возникает страх этого контакта. У женщин очень часто. И они вроде бы говорят и декларируют, что хотят отношения на сознательном уровне, а на бессознательном уровне они обрывают и убегают. Очень такого много. Мужчины на словах говорят, что они не хотят отношения, а бессознательно хотят отношения, но не знают, как их выстраивать. То есть все наоборот, да? Да, это такой перевертыш очень интересный. Поэтому вот этот момент просто проследить. Вот когда появляется мужчина, как я реагирую? Я двигаюсь к мужчине, я как бы откликаюсь на него, я его вижу, или я в этот момент, мне настолько впадают в супор, что я вдруг не замечаю, как я убегаю. Или как я отворачиваю взгляд. Или как я пытаюсь избавиться. Точнее, дай бог, если я ему понравился, он меня пригласит и надо куда-то идти, а я не знаю, какое кафе сказать или ресторан, куда я пойду. Это тоже очень интересные моменты. И это тоже упирается в самооценку, в самооценность. Вот интересная тема именно про подстраивание хочется тут поподробнее. Потому что у меня была такая история, ну, наверное, лет 20, 22, когда я не знала ничего про себя, ну, так скажем, реально про себя ничего не знала. И я очень старалась именно, знаете, сохранить такое состояние у всех, чтобы вот лишь бы им было хорошо. Ну, то есть, например, кто-то хочет там ехать, например, мужчина хочет ехать в какое-то место, я не хочу, но думаю, блин, ему же важно, чтобы я поехала. То есть я где-то забивала на себя, да, и, ну, там, делала так, чтобы было хорошо другому. Вот тут какой будет первый шаг? А первый шаг для чего? Ну, чтобы измениться, чтобы перестать подстрелиться, потому что это же тоже такое будет большое внутреннее напряжение. Ну, потом то, что я, так знаю, поняла, что у меня столько напряжения, то есть я думала, что я делаю хорошо, я же, это, как у меня, наверное, установка была, что я так забочусь. Вот. Здесь вот вы видите, сами уже нашли. Когда такое происходит, надо искать истоки, потому что для вас вот эта подстройка под его желание, лишь бы ему было хорошо, скорее всего, от кого-то унаследована. Скорее всего, есть кто-то, кто так либо говорил, либо говорил, что это хорошо, либо так делал, либо говорил, что это хорошо. И это автоматически встроено, потому что другой, он очень важный, ему нужно создать комфортные условия. Но заметьте, что эта черта, она же вам очень много в пользу принесла. Если мы говорим о том, что вы ведущие, к вам приходят гости, вы же все время создаете комфорт. Как раз вы и есть на среда, вот как вы меня там встречаете, вы со мной разговариваете, как аккуратно так делите, вы все время создаете. И я всегда говорю, что хоть я и бесилась, что я тоже так была воспитана, что надо в первую очередь о другом, зато я стала психологом, то же самое. Поэтому, можно ли это изменить? Можно, но принудительно. Когда не против него ты двигаешься, а ты постоянно тренируешься определять, что хочешь ты. Вот почему у нас программа год. Потому что этот навык нужно еще прокачать. А что я сейчас чувствую, у людей ступор? А что я сейчас хочу, у девушки ступор? А что я ступор? А если это я не знаю, что я хочу, то тогда мне очень удобно согласиться. Второй момент. А что я не хочу? То есть здесь скорее не то, чтобы вот он что-то говорит, и я теперь думаю, надо мне это или не надо, как бы в обратку. Нет. Тогда будет постоянно столкновение. А надо попробовать, что в моменты, когда вообще формируется идея о чем-то, я опираюсь на свои желания, свои ощущения, свои потребности. Если я вдруг чувствую, что у меня есть какая-то потребность, здесь нужно сделать волевое усилие, позволить сказать об этом и дальше посмотреть. Если партнер выбрал нас за то, что мы на все согласны, ну тогда, ну все, значит, это не то, что нам нужно. А если партнер иногда делает то, что мы хотим, а иногда что хочет он, ну окей, но я хотя бы понимаю, что иногда это, в том числе, как я хочу, иначе бессознательное раздражение будет копиться все равно. И если человек не умеет открыто сказать, открыто о себе позаботиться, открыто себя отстоять в деликатной форме, то он же потом будет просто психосоматизироваться. А как? Ну, например, не хочу секса, у меня пропала либидо, и он не понимает, что с ним делать, ему вынь да положь, а у нее нет, не может ничего ему дать. А потому что, когда она хотела, чтобы он ей что-то дал, он не давал. Поэтому такой тонкий момент, пробовать хотя бы с определением, а что я хочу, и в каких-то ситуациях об этом говорить. Ну, и так я услышала, что еще важно понимать, какие у тебя есть потребности в отношении. И у тебя, и у твоего мужчины. Очень важно, да. И часто не сливаться, потому что наша потребность это болтать. И я должна болтать постоянно. Ну, и радио, понимаете, я работала много лет на радио, да, а вот мой муж, он вообще не может везти машину и разговаривать. Одно действие всегда. Да, он просто едет и втыкает. И меня все время бесит, когда я что-то рассказываю, а он в этот момент не в попад что-то говорит, когда я его спрашиваю. Иногда я спрашиваю. Вот. Но сейчас уже, я продолжаю разговаривать, ему это не мешает, но сейчас, когда я что-то хочу, я уже даже ничего не спрашиваю. Потому что я понимаю, что ему совершенно этот курятный мой разговор ему не нужен. И я не обижаюсь. То есть его потребность фокусироваться на одном. Он не любит, когда разные дела сразу. И вот это раздражает. Окей. Его потребность, это какое-то время, вот он должен, сколько лет прошло, да господи. А он должен что-нибудь где-то там руками делать, и чтобы его там не трогали. Вот он может сидеть там какой-то 5-6-7 часов. А мне, например, нравится больше взаимодействовать. Но я не трогаю. Стоп. Это его время. Ему нужно побыть одному. Вот он должен. Это святое. Это его потребность. Зато у меня потребность ходить по съемкам. И непонятно. Он говорит, когда? Когда это закончится? Уже 15 лет. Когда? Я говорю, никогда. Никогда. И он понимает, что если даже съемка в какой-то выходной день, он на это соглашается. И поэтому это точно. Вот это такая потребность. Он знает, что тогда у меня будет классное настроение. Ну, находим какие-то. И так всегда. Надо понимать, что-то для тебя важно, а чем ты можешь пожертвовать. В отношениях все равно чем-то придется жертвовать. Если вот так зациклиться очень много и часто женщины, особенно 30 лет, вот в этот возраст почему-то, это поколение так получилось. Как бы это дети тех, кого когда-то им ничего не давали. И они теперь решили вырастить тех, кому все можно. И вырастили люди там 27 лет, 30 лет, которые очень сконцентрированы на том, чтобы все было так, как они хотят. Это как бы другая крайность. А баланс сейчас у наших прекрасных зумеров. Зумеры растут, и они хотят баланса. Они хотят равных партнеров, у них классных отношений. Они готовы давать. Приятно наблюдать за эти. Зумеры просто отличные. Если иксы, они вечно что-то, идеи о том, какая у них тяжелая жизнь, это они на износ, лишь бы все было хорошо, такие гиперответственные, воспитанные теми, кто прошел, родился в послевоенное время, то игроки, они с такими амбициями тоже классные, умные, но они уже говорят, нет, 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 я другая крайность как бы. А зэдки у них уже баланс. Они прямо, им нужно партнерство равное, и они вообще не зациклены на всех этих социальных статусах. Все у них какое-то легкое. Я вообще сейчас говорю, что думать о социальном статусе сегодня, это демонстрирует свой возраст. Потому что вот эта толерантность у молодых, которые так не думают, не мыслят, это, конечно, очень круто. Вот давайте еще поговорим про личные границы, потому что тоже тема актуальна. Вроде бы мы знаем, что в телефоны лезть нельзя, там, по переписке, но сколько вот тоже девушек это делают. И как тут прийти к балансу? Не знаю. Вот многие пары говорят, у нас телефоны открыты друг перед другом, без пароля, она хочет залезть. Ну, как будто это тоже странно. Зачем? А там, мне кажется, все странно. Гаджеты не приспособлены для того, чтобы семьи были счастливыми. А социальные сети тоже для этого не приспособлены, потому что это как раз те самые силы, которые очень мешают сейчас вот этой вот семейственности. Почему? Потому что огромное количество внешних аттракторов, то есть внешних каких-то стимулов, которые отвлекают внимание. И если мы говорим, что телефон сегодня это фантомная рука, выносная материнская плата, и, в общем-то, дрейф нашего сознания идет в сторону вот этого телефона, может ли возникать ревность? Может. И не к конкретному кому-то, кому ты пишешь, а просто постоянно партнеры видят, что интерес другого человека не направлен на него. То есть интерес другого человека, и здесь не телефон, здесь другой мир. То есть как будто бы телефон символизирует другой мир. И тогда человек, когда хочет залезть в телефон, он просто хочет войти в твой мир. Вот как раньше говорили, а ты вот меня ведешь в круг своих друзей, а ведешь ли ты меня в свою родительскую семью? Вот это скорее про это, потому что в этом телефоне весь мир человека сейчас. И когда ты приходишь там с работы, а там человек, например, сидит все время в телефоне, и ты не знаешь, что там, то ты ощущаешь отчужденность. И вот тогда вот эта отчужденность сложная. Здесь нужно договариваться, потому что как бы... И вот эта история с паролями тоже специфическая. Брать чужой телефон, ну как-то, ну просто кринж. Но с другой стороны, и когда пароль, тоже странно. То есть здесь как будто бы что ни сделай, что ни сделай, не очень хорошо. Сейчас задумывалось, что у нас с мужем пароли есть, но мы знаем эти пароли, не берем. Ну муж берет мой телефон, частенько что-то ему надо. Я его вообще никогда не беру, я даже не умею им пользоваться, но если бы я не знала его пароль, вот я знаю пароль, я ни разу не заходила, но если бы я не знала его, меня бы это напрягало бы. Я бы подумала бы, ну я, значит, наверное, ему как-то чужая, что ли. Значит, наверное, там есть что скрывать. Конечно, самооценность здесь важную роль играет, потому что чем более уверен ты в себе, тем меньше ты ожидаешь, что кто-то вовне будет лучше, чем ты. И ревность очень сильно связана с самоценностью, так же, как и зависть. Но чем ниже самооценность, тем больше будет ревности, тревоги и ощущение, что не минуем крах этих отношений, потому что то, что он меня выбрал, он все-таки ошибся, это случайность, и он обязательно найдет ту, которая будет лучше, чем я. По разным критериям. Кто-то по внешности, кто-то по уму, кто-то найдет по возрасту, найдут к какому критерию. Поэтому, конечно, ревность и зависть сильно связаны, но с самооценностью. Но телефон, он все-таки может напрягать не только ревнивых людей. Телефон может стать альтернативой, которая забирает все внимание партнера и забирает его ресурсы. И тогда партнер для семьи перестает существовать. И это не касается только парных отношений, то же самое, когда в семье дети. Поэтому я всегда говорю, что выделяйте время хотя бы какое-то в семье, когда нет телефона, и тренируйте в себе вот этот навык качественной концентрации друг на друге. Ну, хотя бы вот за обедом, да, чтобы не есть и параллельно. Вечером тоже, когда что-то вы делаете, фильм смотрите, то есть не параллельно в телефоне, потому что вот это качественное общение, оно позволяет нам сохранять вот эту связность. Потому что через некоторое время такой объем информации в разные стороны, такой объем постоянного отвлечения в разные стороны, что либидо из семьи утекает. А для того, чтобы семья продолжалась, либидо должно быть внутри. Я сейчас либидо не только как сексуальную мероприю, а вообще как жизненную. В целом, да. Благодарю Анетту. Потрясающий вышел разговор. Спасибо тебе, дорогая. Думаю, для наших зрительниц тоже будет очень много ответов на свои вопросы. И с вами были еще раз Анетта Орлова, Елена Кирсанова. И друзья, также Анете ему задали пару интересных вопросов, ответы на которые вы найдете в нашем телеграм-канале РТВА. До новых встреч. Друзья, ну что ж, самоценность — это та вещь, над которой точно нужно работать, потому что от нее зависят все остальные сферы в нашей жизни. Но я, как всегда, буду ждать вас в комментариях. Пишите свои мысли и главные выводы после просмотра нашего выпуска. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...